Сегодня я хочу попробовать начать новую тему, а именно переводить одного из великих решений Мордыхая. И начнем с трактата Брахот, но я не знаю, будем ли продолжать, или даже закончим ли, хотя хотелось бы для начала попробовать. Урок посвящается. Итак, в обычных изданиях Талмуда, я имею в виду не совсем уж коротких, есть издания, где просто только сам Талмуд, или иногда сам Талмуд, и, скажем, Марша к нему, а есть издания обычные, вот Вилна-Шас, так называемые, да, ну, когда-то это было 20 томов, сейчас остаются в более новых изданиях, всякие Озви Гадар и другие хорошие издания, там получается больше томов, но, во всяком случае, стандарт сегодня издания Талмуда, это, конечно, кроме самого Талмуда и того, что на страницу попадает, в конце обычно печатают комментарии к Мишне Рамбам, а у Рамбама нету комментариев к Талмуду, есть только комментарии к Мишне. Ну, плюс, конечно, сами Галахи, это, Мишно Тора, это не печатается, разумеется, в изданиях Талмуда, это к Талмуду не имеет прямого отношения. А вот из комментариев к Талмуду печатаются, как я сказал, к Мишне, комментарии Рамбама, очень короткие, перевод с арабского, Потом печатаются комментарии Роша, и это именно не Тософот, а Роша, у него есть Тософот, тоже похожий на наш Тософот, а это именно Халахи, поэтому не каждому Талмуду есть подобный комментарий Роша, только там, где есть риф, обычно, да, те трактаты Талмуда, которые имеют Халаху. И потом печатается несколько охроним, включая Марша и много более коротких охроним, Рошаш и других, и потом риф и Мордыхай, в тех трактатах, где есть, обычно там, где есть риф, там есть и Мордыхай, вот, и я уже рассказывал, что Мордыхай, в отличие от рифа, сохранился гораздо хуже, и к нему меньше комментариев, у рифа есть комментарий, обычно, какого-то решона у нас. Риф обычно с хотя бы одним комментарием, который написан еще во время решением, как правило, это Ран или Намуке Йосеф, и мы уже всего рифа с вами переводили, когда-то была целая серия, несколько лет заняло, это фактически мини-Талмуд, все, что относится к нам сегодня, вот, а Мордыхай, он меньше, конечно, изучается, может быть, в этом тоже особая митсва его изучать, да, как говорят, то, что мало кто изучает, есть особая митсва, это, как знаете, и так же, как Хасвишалам, если кто-то умер и некому хоронить, есть особая митсва этого человека похоронить, мет-митсва называется, так есть такая же конструкция, концепция по отношению к трактатам или вообще к тому изучению, которое мало кто обращает внимание на эти книги, но эти книги когда-то были невероятно популярны. Мордыхай был настолько популярен, что говорят, что Рама когда-то уроки давал в Кракове, да, главный наш раввин, который, ну, вторая часть Шуханавха, Гахот Рама, по которым следуем все мошкенавские евреи, вот он когда-то, Мордыхай, фактически, как одного из главных своих учителей, да, не напрямую, конечно, много сотен лет прошло, да, обучал Ешиве, были, да, когда-то его книги невероятно популярны, были разные версии, они сохранились очень плохо, в отличие от Рифа и других решений, Мордыхай сохранился хуже остальных. Вот, он был учеником Магарама из Ротенберга, если вы помните, тот самый мудрец, который был посажен в тюрьму, чтобы получить выкуп, его немецкий какой-то князь посадил в тюрьму, и тот потребовал, да, и потребовал выкуп от еврейских общин, а Магарам постановил, чтобы его не выкупали дороже обычной цены, чтобы не было повадно, да, всяким там князям и графам хватать евреев и требовать выкуп от них, да, слова Гимора, что дороже, чем они стоят, мы не выкупаем плен, пленников. Так вот, он так и умер в тюрьме, и вот этот святой человек, у него было много великих учеников, в том числе Рош, которому должен бежать в Испанию, и в этот же период времени был другой ученик, который, кстати, погиб во время резни, да, он и вся его семья погибли, Ахкидуша Ашем, может тоже особое митство изучать мудрецов, которые такую святую жизнь прожили, это еще и умерли, Ахкидуша Ашем, вот Мордыхай, почему-то говорят Мордыхи в ешивах, кажется, но, во всяком случае, его имя Мордыхай Бархилов, Ашкинадский мудрец, который суммировал в основном учения Тософот и других мудрецов, и его книги когда-то были очень распространены, и сегодня вот в моих изданиях, обычной Гиморы, есть какие-то пометки тут небольшие, внизу каких-то мудрецов, в том числе Шилтегиборим, и Баха, и какие-то Хидушен Шеашем, и еще какие-то Биури, Харейшмембет, не знаю, кто это, это все, значит, в трактате Брахот, в других трактатах могут быть другие, не все те же самые комментарии, например, в трактате Шаббат какой-то Бигде Еша есть, но нету вот этого Биури Харейшмембет, вот, и замечу, кстати, что иногда бывает, что есть два версии, две версии Мордыхай напечатаны, как в трактате Шаббат, например, там сразу две версии напечатаны, одна, а потом называется вторая Хагахот Мордыхай, но, во всяком случае, несмотря на то, что сохранился он не очень хорошо, но обычно понятно, что он имеет в виду, и часто то, что он цитирует, он единственный, кто приводит слова какие-то, которые начали бы до нас не дошли, да, это же были школы, которые функционировали сотни лет в Германии, в Северной Франции, Тософот и их учеников, поэтому все, что суммировали Мордыхай и другие решения, да, часто пришло только через них, не все, что было в этих школах, попало в обычный наш Тософот, который набежат на странице Талмуда, вот, поэтому Мордыхай, он, с одной стороны, удобно его изучать так, что он суммирует законы, он не вдается обычно в пильпуль, даже меньше, чем риф в каком-то смысле, с другой стороны, он позже рифа, и он ашкенадский мудрец, поэтому очень многие его законы приведены в результате в халахе, халахали майсе для ашкенадских евреев, по крайней мере, иногда для сифардин тоже, но меньше, конечно, вот, его влияние на сифардскую халаху гораздо меньше, но, во всяком случае, этот мудрец, его, получается, есть несколько причин изучать, особенно по трактату Брахот, во-первых, мы сделаем ревью своего рода трактата Брахот очередной раз, этот трактат все время нужно делать ревью, изучать снова, потому что это самый применимый трактат, конечно, и каждый день мы, да, делаем брохи на еду, и молитвы, и шма, и все это вот относится к этому, то, что написал Мордыхай, и заодно, получается, будем как будто суммировать то софот своего рода, да, и суммировать этот трактат, и вдобавок изучать очень интересного, и хотя не всегда понятно, что он хочет сказать, но, во всяком случае, важного раввина, поэтому, если хотите, присоединяйтесь, мне лично кажется, это будет интересным, поэтому я и выбрал, но, как я сказал, еще не решил, буду ли я продолжать, и закончу ли я, поэтому попробуем и посмотрим, как пойдет. Значит, трактат Брахот начинается с Мишны Мейматой Корим, тут все вкратце, да, если у Рифа обычно печатна вся Мишна, здесь это именно больше на пометки похоже, на отдельные вещи, поэтому он просто, да, в нашем издании, во всяком случае, просто цитируется Мейматой Корим, и все, викулей, и так далее. С какого времени можешь читать Шма вечерняя, да, там описывается в Мишне, что самое раннее время Шма, это когда коины идут, есть свою труму, то есть, то, как Гемора объясняет, это время выхода звезд, но потом в разные брайты приводят Гемора, где есть и другие мнения, когда именно время вечернего Шма самое раннее. Вот, и сейчас Мордыхай будет как раз обсуждать, как следует Халаха, вот, а самое позднее время вечернего Шма, там приводится три мнения в Мишне, Рабелезов говорит, что это до конца первой ночной стражи, и Талмуд это интерпретирует как треть ночи, то есть до третьей ночи, только люди идут спать. А Хахамин говорит до полуночи, а Рабелезов говорит до утра, и Талмуд объясняет, что до полуночи, до утра они спорят о том, делать ли Гизейру, что и Хахамин согласен, что, в принципе, вся ночь до рассвета, это еще время Шма, но так как люди могут пропустить Шма, то поэтому сделали Гизейру, чтобы читали до полуночи. Есть диспут, имеется в виду ли Атхила, или даже Бедевит, это Гизейра, да, это, на самом деле, возможно, диспут между Бавилонским и Иерусалинским Талмудами. Итак, Мордыхай пишет следующее. Да, что имеется в виду, что значит, когда коины идут, есть свою труму, да, почему коины идут именно в это время, есть труму, потому что, если они были нечистыми в течение дня, и они окунулись, им еще нужно ждать, пока выйдут звезды, пока закончится день, да, потому что есть разные виды нечистоты, но многие из них требуют то, что называется Гарават Шэмэш, да, чтобы не просто окунулся человек, но и закончился день, вышли звезды. И коины, соответственно, которые стали нечистыми такого уровня нечистоты, им нужно, соответственно, ждать выхода звезды, только потом они могут есть свою труму. Поэтому это сделали как знак, что любой человек, увидев, что коины уже едят свою труму, может знать, что ему можно читать шма, что уже время шма пришло. Вегаину цета кохавим, да, что это и есть выход звезд. Виаз матхиль зман крет шма. Это вот начало времени шма вечернего. Ат софа шмура гаришона до конца первой стражи. Это все Рабелезер так считает. Уже после этого прошло время шма. Что это уже не называется временем сна. Скорее всего, Рабелезер имел в виду, что время, когда идут спать, не называется. Время сна наверняка большинство людей спят гораздо позже, чем до третьей ночи. Но время, когда идут спать, если Рабелезеру, это время вечернего шма, так же, как утреннего шма, когда встают, они когда просто бодрствуют. Не весь день, а только утром. Так же и вечернего, только вечером, в начале вечера Рабелезеру. Видите, здесь нужно знать саму гемору, чтобы понять, что говорит Мордыхай. Так с наскоку, если человек не помнит, что сказано в геморе, он вообще не понимает, при чем здесь Арвей Шабатот. Дело в том, что одна из Брайтот, которые приводят Гемора, приводит, что время, когда нужно читать шма, не связано никак с коинами, а связано с тем, когда едят люди обычно в Эреф Шабат. Так объясняет он, что имеется в виду, что в Эреф Шабат люди ели раньше, чем в остальные дни, потому что торопятся они поесть, да, и как только субботность наступает, они сразу же ужинают. Здесь слово Мисафек написано, то есть Бах его вычеркивает. Гра здесь нету пометок, но Бах, он много, значит, исправляет тоже Герсаот, так же, как Гемори, и он здесь вычеркивает слово Мисафек, потому что непонятно, при чем здесь Сафек. Сафек – это неуверенность. Значит, когда, значит, время пришло, когда наступила суббота, то сразу скоро идут люди кушать. Бер Вей Шабатот, Каину Бенаш Машот, он говорит, что это даже Бенаш Машот. То есть, получается, это раньше, чем время, которое сказано в Мишне. Это не когда выходят звезды, когда Каины идут есть Труму, а когда еще только наступил день субботний, вскоре уже люди идут кушать. Это время, когда мы неуверенно, день или ночь, да, в Бенаш Машот. Веки вон де Сафеку, кидеш айом Мисафек. Да, раз уже суббота началась из-за Сафека, да, работу делать нельзя, то люди идут кушать. Может, они молились относительно рано в те времена. Дальше он приводит опять, это из Геморы взятое, опять же, как я сказал, нужно знать хорошо Гемору, чтобы понимать, что говорит Мордыхай. Он хочет сказать следующее, что Гемора спрашивает, брайте там Рабелезера другая шита, когда именно начинается шма, время самое раннее шма. Не такое же, как в Мишне, где говорится, что это когда выходят звезды фактически, так, когда Каины идут Труму. И на это Гемора дает два терреца, что одно, что есть два мнения Алибо де Рабелезер, что сам Рабелезер, что сказал, есть диспут более поздних танаев, поэтому в Мишне одно мнение приводится брать и другое. А другой террец, что Мишна не имеет в виду, что Рабелезер сказал, что начало шма, это когда выходят звезды. Мишна имеет в виду, что Хахамим сказали, в смысле, что Мишна сначала привела стам мнение главных мудрецов, большинства мудрецов, что время шма вечернее, когда выходят звезды. А потом привело мнение, когда кончается время шма, вот на это есть диспут. Рабелезер одно мнение, Хахамим другое, и Рабан Гамлель третье. Поэтому получается, по второму террецу, наша Мишна с там, это как мнение Хахамим, то есть как мнение большинства, что время вечернего шма, это когда выходят звезды. И тогда, казалось бы, по правилам, как мы постановляем обычно халаху, нужно было бы сказать, что халах, как это Мишна. И так постановляют действительно рифы, другие решения в большинстве своем, кроме, как мы видим, Рабина Тама и Мордыхая тоже, и некоторых других. Что большинство решения, особенно те, кто жили в местах, где быстро темнеет, у них не было проблемы с тем, чтобы люди вовремя читали шма. Им не нужно было искать оправдания для тех, кто читает слишком рано. И поэтому они постановили халаху, в общем-то, как простое правило халахи, что выход звезды, это и есть время вечернего шма. Потому что так Хахамим читается там. Говорит, что время вечернего шма, это когда выходят звезды. Так почему же мы читаем шма слишком рано? Да? Это вопрос, который задали все почти шкенадские решениям, потому что для этого особенно заход солнца и выход звезд в особенности в шкенадских странах очень поздно. И люди в синагогах, во всяком случае, так поздно не молятся, не молились. Они обычно в синагогах молились, пока еще светло. Поэтому спрашивают, как же можно читать шма так рано? Мы не дожидаемся выхода звезд. На это Раши скажет, что главная шма для нас, это шма, которую читают перед сном, уже когда идут спать. То есть то, что мы в синагоге читаем, как он сейчас объяснит по Иерушалме, это просто, чтобы не начинать шма на эсрабе всего, как Ашрей мы читаем перед молитвой Минха. Во всяком случае, главная шма, это вечерняя шма перед сном. Когда человек уже идет спать, тогда уже выйдут звезды, он прочтет снова весь параграф шма. Первый параграф по Раши, это главный параграф. Остальное не истории, поэтому... В смысле, нет обязанности истории читать второй параграф, по мнению Раши, хотя есть те, кто спорят с этим. Но вот он считал, что мы йодцы тем, что читаем один параграф шма перед сном, а вот то, что мы читали, это было просто, чтобы не сразу начинать молитву шма на эсре, а чтобы что-то еще прочесть до этого. Чтение перед сном, оно уже когда, когда человек перед тем, как идти поспать, читает шма, это уже выйдут звезды к тому времени. Так сказано в нашем трактате, проходит в Иерусалимском Талмуде. Что Рашами то же самое, спрашивает, если человек не йодцы до этого, то зачем же читать в синагоге, когда слишком рано читают? И отвечает, чтобы не говорить сразу шма на эсре, а чтобы начать с фила меток дивритора, что шма здесь как дивритора просто, перед молитвой. Рабинутам с этим совсем спорит. То есть он пытается объяснить наш Минхак, читать шма до захода солнца, или там, если он считает, до выхода звезд, по-другому. Он говорит, что главная шма, это которую мы читаем все-таки с брохами. Во-первых, тогда читать все шма, все три отрывка. Вот то, что мы читаем шма перед сном, это считается просто из-за опасности, что для души плохо, так сказать, мазиким, так называемые какие-то... Духовная опасность для души, если не прочтут шма перед сном. Как Гемора позже скажет, это Рабишуя бен Леви так делал, что он перед сном читал шма. Кидамара бешуя бен Леви, лекаман бешматин, аль кен ин корим прикрет шма шлифная митра, или парша решена. Поэтому перед сном мы читаем только одну паршу, вешело беберхоте, без всяких брох. Векен першуа тосафот, и так, говорит, постановили тосафот, шейны варех клаль, аль криет шма шлифная митра, что тот шма, который мы читаем перед сном, на это никакой брохе не установили. Вегады каамар бейрушалми, лама гаю кориму таби бейта кнес, это, говорит, то, что иерусалимский тамуд говорит, что криет шма в синагоге, оно не ради митвы, а просто, чтобы не начинать шма на эсре без девритора. Так, это, говорит, про другое, у них был вообще не такой же обычай в иерусалимском тамуде. Они читали шма с брохами как раз перед сном, а вот в синагоге они читали шма без всяких брох, как мы читаем ашрей в Минху. В высоком случае, получается, что иерусалимский тамуд, у них вообще бы другое обычай. Возможно, что они следовали Рабишо бен Леви, который тоже упомянул в нашей суге, который считает, что шма установлена не до шмона эсра, а после, то есть шма с брохами. Поэтому они перед сном читали шма с брохами, а вот перед шмона эсра они просто читали сам отрывок шма, чтобы, как говорится, ла мод бедеврейтора сначала, а потом уже ла мод бедфила меток деврейтора, чтобы шмона эсрами не начинать без слов торы каких-то. Но тогда вопрос, а почему же мы все-таки читаем шма с брохами так рано? Если мы не следуем иерусалимскому тамуду в этом, как Раша объясняет, что иерусалимский тамуд, он считает, делал, как мы делаем. Поэтому, по мнению Раши, объяснение простое. Мы следуем мнением, что нужно ждать выхода звезд, но так как дохек в синагоге ждать выхода звезд, то люди читают шма с брохами, чтобы, так сказать, шмона эсрами не начинать без ничего, а потом читают шма еще раз, чтобы тьет свое митцва де райта, читают шма без брох, только первый параграф перед сном. Но вот посчитали рабинутама, что в иерусалимском тамуде, по его мнению, они читали шма без брох до шмона эсры, но мы-то читаем с брохами, так какой в этом смысл, и как мы можем быть йоцей с этим. Такому приходится сказать, что мы постановляем халлаху не как наша Мишна, что то, что Мишна считает, что самое раннее время шма – это выход звезд, мы так не постановляем халлаху, мы постановляем как какие-то другие мнения, которые приводятся, по которым еще раньше время шма уже. что в Геморе приводятся другие мнения тоже, когда именно время шма. Мишаши кидешайом, Мишаши бнеадам них на земле хольби питан беарвей шабато, например, время, когда начинается ночь, то есть кидешайом, да, это начало бенешмашот. Вот, это ненамного, правда, выигрываешь от этого бенешмашот, не такие длинные. Но есть еще мнение, когда люди идут кушать верев шабат, здесь он говорит, что это еще днем. И еще говорит Вегам Каймалан, кираби и гуда, вот это самый главный терец получается. По его мнению, когда раби и гуда спорит позже насчет времени вечерней молитвы, то он, возможно, спорит и насчет времени шма тоже. Дело в том, что раби и гуда спорят, когда время самое позднее молится Минху. И обычно понимают решением, что по мнению, по которому самое позднее время Минхи раньше, тогда и раньше время Марев. Как только кончается время Минхи, начинается время Марев, Арвита. Получается, что если время Минхи только до час-четвертью до конца дня, они считали конец дня, правда, выходом звезд. Но в этом мы обычно мягкие как гра считать не выход звезд, а конец дня, заход солнца. Значит, час-четвертью до захода солнца уже это плага Минха, так называемый. И после плага Минха уже можно молиться Арвид. То есть, если взять все эти мягкости вместе взятые, во-первых, что как раби и гуда, и во-вторых, что считать не выход звезд, а заход солнца, от него насчитывать назад час-четвертью, то получается, что уже достаточно рано, особенно когда мы считаем летом более длинные часы, что каждый час это 12-й час дня. В общем, если взять все эти мягкости вместе взятые, то получается, что даже когда заход солнца, например, в 8.30 в Америке, в Нью-Йорке, то все равно уже в 7 часов можно читать шма вечернее. Но это все, если сказать, что у шма такие же законы, как шманесеры. Многие с этим не согласны. Особенно если шма из Торы, мы-то представляем, что шма нужно читать из Торы, то какое отношение имеет время вечерней молитвы к времени, которое Тора определяет, как время, когда идут спать? Да, вечерняя молитва, это действительно была раввина решария на базе того, как там в храме приносили жертвы. Если минху уже не приносили, вторая молитва сопротив Корбеншем Бенарбайм, если его не приносили близко к заходу солнца, то уже значит, что время орвит. Но при чем здесь шма? Рабина там, похоже, считает, что и шма имеет такие же законы. То есть, получается, по Тософот, и Мордыхай тоже сейчас согласится с этим, уже можно читать шма, начиная с Плагаминха и выполнить заповедь. Может быть, многие из них считают, что на самом деле шма только драбоном, то Софот в некоторых местах действительно постановляет, что чтение шма это только драбоном, что когда Тора говорит, ложась и вставай, имеется в виду Дивери Тора, что всегда были Дивери Тора с тобой, и ночью, и днем, но не имеется в виду, что нужно конкретно этот отрывок читать по ночам и дня, и по утрам. Поэтому, если шма тука драбоном, тогда человек, в принципе, йоцэ, это митсвы драбоном, тогда же, когда еш мунестрен йоцэ вечерний. Кайма ланки, Раби Гуда, да амару рож перека, тфилата шахара, это начало четвертого перека, первая мишна. Де плага минха, ми плага минха вейлэх лайлэху, что уже начинается с плага минха, это ночь. Видите, он это определяет как ночь. Раби Гуда нигде не сказал, что это уже ночь. Он сказал, что это время, он открыто не сказал, но так учат из того, что это уже не время минхи, значит, это время арвита. Но Мордыхай понимает, как Раби Нутам, похоже, что раз время арвита, то это уже ночь. И для шма тоже это уже ночь. Лайла гу. Вегу шаверю и кодым цейта куховим. Это час четвертью до выхода звезд. Вот как раз в этом мы не идем, как Мордыхай, насчет выхода звезд, а считаем это час четвертью до захода солнца. То есть еще одна мягкость. То есть получается у нас те, кто хотят быть йоцей шма так рано, они йоцей только по нескольким мягкостям вместе взятым. Если Раби Нутам прав, но вдобавок, если считать плага Минха как час четвертью до захода, а не до выхода звезд. В особенности в местах, как Швеция, когда-то у Шави Талеви спросили в каком-то из этих мест, в очень северной стране, может быть, Скандинавии, Швеции, спросили насчет дома для престарелых. В Англии иногда эти проблемы тоже возникают. В общем, в каких-то местах, где очень рано люди идут спать, пожилые, и они не могут дожидаться выхода звезд. Выход звезд почти в полночь. Можно ли положиться на вот это мнение? Говорим ли мы, что нужно ли вообще разбудить человека, который уже пошел спать до того, как время шма наступило вечернего? Ну вот, во всяком случае, получается, есть на что положиться немножко, хотя Шуханарф это мнение не приводит, но есть, получается, решением Рабину Там и Мордыха здесь, которые считают, что уже начиная с плага Минха, можно считать, что это время для шма тоже уже годится, что это как ночь. Веравия, это был другой шкинавский мудрец немножко раньше, Катав, Нерали, Икар, Дивре, Рабину Там, что Ировия согласился с ним, что Рабину Там правильно написал. Более того, идет даже дальше, что говорит, что те, кто специально молятся шму на эсре и шма читают позже, то есть, когда уже выйдут звезды, это как бы как гордыня своего рода. То есть, в смысле, если все делают какому-то мягкому мнению, следует, а один хочет отличиться и говорит, я такой святой, я такой праведный, я так рано читать шма не буду, то это своего рода гордость даже. Шиколь хаосе доварший на царих не край гэдиот. Вообще, человек, который делает то, что не обязан, то есть, так сказать, попей попакаг или по-русски, то это называется гэдиот, он идиот. Ну, слово гэдиот не совсем идиотом значит во время хаза, но, без сомнения, происходит от того же греческого слова, да, гэдиот, он простак, так сказать, дилетант, что не должен человек быть слишком святой. Не будь слишком праведным, да, если халаха, что можно читать шма уже и все так делают, то не отличайся от других. Только если он отличается в особой, так сказать, пришуд, особо праведности особой по сравнению с другими людьми и во всем остальном. То есть, если человек очень святой, тогда мы знаем, что он на себя берет много хумрод, в том числе он читает шма вовремя. Но человек обычный, который во всем остальном следует, как другие люди, и не особо отличается, не мипурсамбиха сидут, то ему не следует читать шма позже остальных в общине. В смысле, все молятся вовремя, в смысле, рано, пусть присоединятся к общине, они отличаются от других. Конечно, если человек дома один, то кто ему остановит, чтобы он читал вовремя шма, и это лучше по всем мнениям сделать. Но имеется в виду, когда все молятся вместе, наверняка, что если он будет отличаться от остальных, то только если он очень святой, мы ему это разрешаем. Это все значение Мордыхая, как я сказал, такое мнение даже у Ханарах не приводит, но, видимо, в очень северных странах на что-то подобное полагались, особенно когда дышат Адхак, летом для пожилых людей, например, которые не могут дожидаться выхода звезд, а спать кусочками, урывками, то есть пойти спать, потом, чтобы поставить будильник, или кто-то разбудил, когда выйдут звезды, прочесть шма, потом снова идти спать. Это тоже не всем хорошо, и так люди плохо спят. Поэтому люди полагались на что-то подобное, в течение лета. Вообще трудно жить в очень северных странах, и был такой раз, и слово Петербурга, кажется, это когда он попал в Петербург, или, во всяком случае, когда спросили сам Петербург, из моего города как раз, где вообще белые ночи летом, так он пытается обсуждать, что делать, и очень все непросто было в северных странах, в северных городах дожить еврею. И на этом мы на сегодня закончим. Сделали первый параграф Мордыхая, и урок посвящался Рифу Шлемаш и Раиса Бацони, а да Сабота Гула выходит с Раи.